Вот так выглядят 500 рублей, слитые в унитаз. Короче, я поняла, это очередная вот такая вот на***а Бьюти Бомб. Что-то с моими ресницами явно всё плохо. Сегодня будет большой обзор всей новой коллекции от Бьюти Бомб. UFO Conspiracy. Я вообще не ожидала, что после моего прошлого разноса Бьюти Бомб мне вообще когда-либо что-либо пришлют. Но тут вдруг мне пришло сообщение о том, что они готовы прислать мне новую коллекцию. Пусть и позже, чем другим блогерам на месяц, но я, тем не менее, всё равно рада. По традиции я протестирую все продукты, сделаю сводчи, сделаю несколько макияжей и, как и всегда, скажу своё честное мнение о каждом продукте. Всем привет! С вами Reptiloid Ягер Мисс. И на моём канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Сегодня на моём обзоре таинственная коробка с плоских земель Бьюти Бомб. Вы только посмотрите, какая она красивая. Новая коллекция называется UFO Conspiracy. И она вдохновлена конспирологическими теориями, масонами, заговорами, инопланетянами. В общем, всей программой передач канала РЕН-ТВ. Инопланетяне среди нас. Они готовы захватить Землю. Необычно, интересно. Так что открывать мы её будем вместе с моим другом Reptiloid, знакомьтесь, Виталией. И с моим сыном, Кыштымским карликом Ванюшенькой. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий, потому что именно вы меня мотивируете на создание нового контента. Ух ты ж, отожрался, это тяжёлый. По ценам эта коллекция вышла намного дороже предыдущих. И если раньше Бьюти Бомб был таким достаточно бюджетным брендом, то сейчас это уже такой средний ценовой сегмент. Ну потому что палетка на 10 оттенков 1600 рублей. Помады тоже по 500, по 700 рублей. Всякие карандаши и подводки тоже рублей 700. В общем, ничего здесь на пару соток, как раньше, вы не увидите. Лицом новой коллекции UFO Conspiracy стала Милана Стар. Я очень стар, поэтому я не знаю, кто такая Милана Стар. Но я залезла во всемогущий интернет. И оказалось, что это дочка актёра, который играл Кузю в сериале Универ. И, видимо, родители тоже решили свою дочку запихнуть в шоу Биз, поэтому Милана с самого детства поёт, снимает клипы, ведёт Ютуб. Ну а здесь я немного в шоке, потому что Милане Стар 13, блин, лет. Соответственно, её и слушают дети, которым меньше 13 лет в основном. Вообще в интернете ходят разные слухи, что это всё по блату, по знакомству или за денежку. Ну или действительно у Бьюти Бомб были ставки на детскую аудиторию. Если бы это была детская косметика, то у меня вообще бы не было вопросов. И если вы в курсе, то расскажите мне, пожалуйста, а красятся ли вообще сейчас дети, ну там, начиная от 7 до 12. Я просто не знаю, потому что я закончила школу лет 10 назад, и в наше время... Эх, в наше время-то... Оооо, зарядил. Если бы я в свои 10 лет пришла бы в школу с макияжем, я бы такой пи*** получила. Ну и честно, я не особо представляю 11-летнюю девчонку, которая бы пришла в школу вот с такими вот фиолетовыми блестящими тёмными губами, с зелёной тушью и вот с этим вот самотыком в придачу. И не менее странно, как в формате одной коллекции косметики можно было объединить конспирологию детей, Новый Год, масонов и репсилоидов. И анальные пробки. Ну просто как? В общем, сегодня, чтобы полностью не уйти в этот мир абсурда, я решила предохраниться дети, а предохраняться это очень важно. Поэтому я надену вот эту замечательную шапочку из фольги. И вот теперь точно можно обозревать, наконец-то, коллекцию. В этой коллекции имеется дезодорант, маски для лица, база под макияж, кушон, вот это прям очень интересно, жидкий контуринг, хайлайтер, румянатин для лица, милые серёжки с динозаврами, гель-жилет для бровей, две кисти, две цветные туши, гели с блёстками, цветные подводки, три невероятных доогромных карандаша, палетка теней, накладные ногти, накладные ресницы. И снова просто какое-то невообразимое количество продуктов для губ. Да, это всё тоже ещё продукты для губ. Но перед тем, как сесть за макияж и начать тестировать эти продукты, давайте поговорим об увлажнении кожи, которая нам зимой так необходима. Я думаю, что в холодное время года нам всем знакома сухость, челушение, трещинки, стянутость. Кожа не только лица, но также рук и тела. Бороться со всеми этими проблемами мне помогает увлажняющий питательный крем для тела с натуральными маслами Perfect For You. Этот крем глубоко увлажняет на 48 часов, закрепляет влагу в коже и восстанавливает защитный барьер. В составе крема содержатся церамиды, холестерол и фосфолипиды, а ещё сок алоэ и 6 натуральных масел, которые насыщают кожу множеством полезных компонентов и придают ей мягкость, гладкость и упругость. А также стимулируют выработку коллагена и эластина, укрепляют кожу и подтягивают её. Крем Perfect For You подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной. Самое главное преимущество для меня – он густой, легко впитывается, не оставляет липкой плёнки и белых разводов. А ещё у крема приятная цена и большой объём, так что хватит надолго. Он обладает приятным, ненавязчивым ароматом. Я наношу крем на очистую кожу сразу после душа, и результат не заставляет себя долго ждать. А ещё я заметила накопительный эффект. Благодаря крему Perfect For You моя кожа стала нежной, упругой и увлажнённой. Ушли раздражения, и теперь мне не страшны никакие морозы. И кожа рук на холоде тоже больше не трескается. Я заказывала этот крем на Wildberries, ссылочку оставлю в описании. Порадуй и ты свою кожу, ведь она сейчас так нуждается в твоём уходе. Ну что же, давайте приступим к первому макияжу. И на него меня вдохновили вот эти вот звёзды, которые есть на коробке, на палетке. В общем, хочу сделать что-то блестящее в виде ночного звёздного неба, космоса. Давайте начнём с увлажнения и подготовки кожи лица. И для этого у меня есть вот такая тканевая маска. Это маска с очень необычным серебряно-радужным принтом. Прямо моё лицо в ней похоже на какую-то инопланетную чешую. Мне понравилось, что у маски достаточно удобная лекала. Совершенно стандартная, хорошая маска для лица. И ещё у меня после применения в пакете осталось прям довольно-таки много этой жижи, которой можно, я думаю, ещё неделю спокойно пользоваться, мазаться. Единственное, что меня смутило, это стоимость маски. То есть она стоит больше 200 рублей. Ну а с другой стороны, там настолько много этой жижи осталось, что в принципе ладно, окей. Теперь я хочу надеть вот эти серёжки. Серёжки с такими прикольными динозавриками. Думаю, Валерке однозначно понравятся. По-моему, прям милота. И ещё один плюс, потому что эти серёжки имеют не острые края. У меня прям много подобных пластиковых серёжек с Алика, но там прям края супер острые, и это небольшая проблема. А здесь такие серёжки, ну реально, отыскать безопасно. И на лицо я нанесу вот эту базу под макияж под названием Атлантида. В составе витамины В5 и С. И почему-то в ней внутри плавают какие-то зелёные шарики. Ой, она прям очень вкусно пахнет яблоком. Я прям обожаю запах зелёного яблока. Мне всегда очень нравился Бьюти Бомб за их запахи, потому что продукты прям реально на запах приятные, и их вот каждый раз, вот иногда чисто из-за запаха хочется использовать. База достаточно жидкая, прозрачная, в составе нету ненавистных мне масел. То есть прям она выглядит как обычный увлажняющий крем. Не делает кожу жирной, хорошо впитывается в кожу. Жаль, что у неё прям очень маленький объём. Я почему-то думала, что она будет больше. И пока база впитывается, я нанесу бальзам для губ, и здесь бальзам представлен вот в таком яйце, или что это, я не знаю. Внутри бальзам зелёного цвета, и пахнет звёздочкой. Очень удобно. И губы увлажняет, и нос пробило. Прям такое двойное проникновение. Наверное, это выглядело очень странно. Ну, в принципе, не менее странно, чем то, что Бьюти Бомб прислали мне новую коллекцию. На губы наносится очень легко и просто. Зелёного оттенка не имеет. Ну, вообще, бальзам забавный, мне нравится. Теперь переходим к одному из самых интересных продуктов из этой коллекции, и это кушон. Называется он First Element, ну, в принципе, как и есть. Первый элемент на пути к макияжу. Я очень люблю кушоны, они прям быстрые и простые в нанесении, поэтому мне очень было приятно увидеть кушон в этой коллекции. Но меня смутило, что оттенок только один. Потому что в этой коллекции, блин, 16 продуктов для губ. А тон в одном оттенке. Ну, ваша ж мать. Ну, хотя бы три оттенка кушона бы сделали, вместо каких-нибудь шести очередных пламперов. В комплекте есть пуховочка с фирменным логотипом Бьюти Бомб. И наношу кушон на пуховку. Кстати, у пуховки один конец более острый. Как раз для различных зонок, глаз, носа. Как минимум, это удобно. И очень удивительно, что оттенок тона мне прям идеально подходит. Как бы я этого вообще ни разу не ожидала. Но, с другой стороны, всё равно. Если с этим кушоном повезло мне, то я не думаю, что большинство остальных людей, кто его купит, тоже с оттенком так же повезёт. Учитывая то, что, по-моему, обычного Бьюти Бомб в магазинах не бывает пробников. Почему-то мне прям хочется эту пуховку намочить, что ли. Чтобы она как спонж как-то разбухла и стала помягче. Хотя на ощупь она очень приятная. Но при контакте с лицом вы можете слышать вот этот замечательный звук. На коже тон наносится легко. Ощущается на коже тоже легко. Не блестит. В принципе, даже неплохо перекрывает все несовершенства. Но вот какие-то сильные шелушения, к сожалению, он подчеркнул. Например, мне это в районе носа, в районе этого глаза. Но, в принципе, результат неплохой. На данный момент я бы оценила этот кушон, наверное, на 7 из 10. Вот, короче, за 1200 рублей делать один оттенок кушона и не делать к нему тестеров, ну, это залупа. И сейчас у меня такое ощущение, что весь сегодняшний макияж будет выполнен жидкими продуктами. Потому что, ну, тут, собственно, жидкое все. Ну, главное, чтобы стул не был жидким. А с косметикой мы уж как-нибудь справимся. Для начала возьму жидкий контуринг под названием Mason Label. Мы масоны! Вы чё, блядь, 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 блядь? РЕН-ТВ пересмотрели? Такая у него многогранная интересная упаковка. И на конце у него вот такая необычная мохнатая пипка. Кстати, контуринг пахнет шоколадом. Но мне, конечно, прям вот в первый раз удивительно видеть такой гриб. Притом, как будто этот контуринг ещё одновременно с маслом с каким-то. Очень интересный продукт. Наношу его на скулы. И я думаю, что утушевать его удобнее всего будет спонжем. К сожалению, оттенок рыжит. Но тут, по крайней мере, не так критично. Мне показалось, что он как-то очень неравномерно по лицу растушевывается. Как будто вот здесь он какими-то пятнами лёг. Ну, короче, на данный момент продукт для меня не особо понятный. Ну и тут у меня снова такой же вопрос, как и к кушону. Почему они не могли сделать хотя бы два оттенка? Ну, там, тёплый и холодный. Но нет. Берите 16 блесков, но базовые продукты для лица в одном оттенке. Спасибо, пожалуйста. В качестве румян я возьму вот такие жидкие румяна-тинт The U-Files. Такие штуки я, честно говоря, очень боюсь, потому что иногда вообще непонятно, что от них ожидать. Вот реально прям секретные файлы. То есть это какая-то просто прозрачная жижа, которая сейчас на моём лице превратится в какой-то абсолютно рандомный оттенок. Непонятно чем и как её тушевать, непонятно как много её наносить. Потому что иногда с такими вещами я очень сильно лажала, и потом приходилось переделывать весь макияж. Надеюсь, сейчас не придётся это делать, поэтому я наношу всё это дело прям вот так вот аккуратно, пальчиком. Сразу очень быстро растушёвываю, чтобы случайно не переборщить. Так, а почему они у меня с этой стороны стали розовее, чем там? На лице это превращается в розовый румяна. Не скажу, что прям наносится идеально равномерно, но хотя бы не съедает тон. И ещё меня смущает, что вот эта вещь, она не сохнет. То есть видно, насколько она у меня блестит на лице с двух сторон. Прям настолько много жидких продуктов в этой коллекции, что мне просто катастрофически не хватает пудры, чтобы всё это дело закрепить. Но, к сожалению, пудры у нас нет, зато у нас есть жидкий глиттер в виде шприца. Сейчас как бахнемся с вами. Этот глиттер есть в двух оттенках, в золотом и в голубом. Тут какая-то прям интересная система с защитой, что оно как-то прям странно, непонятно откручивается. Но нам обещают, что с такой системой глиттер не будет высыхать. Ну, потому что все мы знаем, как долго живут всякие глиттер-гели. Это такая жижа с мелким голубым шиммером. Я думаю, она просто универсальная, потому что её можно использовать и как хайлайтер, и как тени. Давайте сразу нанесу немного на верхнее веко. Блёстки прям очень мелкие, свечение очень красивое. В принципе, растушевывается и не следает ни тон, ни румяна. Но, конечно, смотрю я на вот это вот всё, что у меня сейчас на лице, и не скажу, что оно мне особо нравится. Ну, и вроде как прикольно, а вроде как я всё равно ожидала чего-то немного большего, какого-то более красивого свечения, более яркого, более заметного. Пока что все продукты для лица выглядят 50 на 50. И теперь, наконец-то, пора проверить продукты для глаз. И давайте сначала рассмотрим палетку теней. Вот такая красивая палетка с интересным магнитным замком. И называется она The Hall of Universe. Знаешь ли ты? Знаешь ли ты? Что находится на самом дне вселенной? Мне кажется, на самом дне вселенной нахожусь сейчас я. Три матовых оттенка настроят себя на нужный лад, а семь сияющих до окромных тонов осветят всё вокруг в то же мгновение. Палетка открывается с двух сторон, и вот так она выглядит внутри. В принципе, дизайн палетки прикольный, но да, много ненужного места, особенно для десяти оттенков. И изначально, когда я увидела вот эту палетку в анонсе, мне прям так стало скучно. Я увидела прям какие-то абсолютно банальные, скучные, коричневые, какие-то сатиновые, шиммерные тени. Но когда уже эта палетка появилась у меня, и когда я её раскрыла, я поняла, что нифига себе. Давайте я сразу вам покажу свотчи. Все шиммерные тени выглядят очень красиво, они прекрасно наносятся, не сыпятся. И сами рефилы такие прям мягкие, подвижные, как пластилин. И сам шиммер достаточно мелкий, нету таких прям крупных хлопьев, то есть эти тени не будут жевать века. Короче, мне прям очень понравилось. Эти блёстки, они подойдут как для какого-то яркого вечернего креативного макияжа, и также они не будут слишком too much на учёбе или на работе. Единственный минус этой палетки в том, что есть цветные оттенки, например, фиолетовые и зелёные, которые сами по себе достаточно яркие. И, вероятно, они не особо будут красиво выглядеть на глазу без подложки из каких-то фиолетовых или зелёных теней. Так что в этой палетке мне бы было очень прикольно увидеть, например, какой-нибудь матовый фиолетовый и матовый тёмно-зелёный. Но вот этот телесный я тут не поняла, мне кажется, он в формате данной палетки реально не особо нужен, потому что обычно такой цвет используется для растушёвки. Но тут как бы в этой палетке тушевать-то особо нечего. В этом макияже я как раз хочу использовать вот этот доохромный синий-фиолетовый в оттенке Milky Way. И как раз таки в этом макияже я буду использовать дополнительные матовые фиолетовые оттенки, потому что, как я уже сказала, только этой палетки для каких-то ярких креативных макияжей вам будет недостаточно. И я вчера пыталась воплотить эту идею без фиолетовой подложки, и получилось так себе. Поэтому я сначала беру тёмный фиолетовый оттенок из палетки You Can Be. Тушу всё это дело светло-фиолетовым оттенком из палетки Beauty Bomb из летней коллекции. И, кстати, всё это я делаю кисточкой из той же коллекции Beauty Bomb. Это кисточка для растушёвки теней, и она такой достаточно удачной формы. С одной стороны, она немного такая сплюснутая, что делает тушёвку очень удобной. И вот уже на готовый фиолетовый я добавляю шиммерные тени. Да, и получается просто невероятная красота. И вот как раз я хочу показать, что настолько бы крутого эффекта не получилось бы без подложки. Просто вот хотелось вам продемонстрировать разницу. На нижнее веко добавлю немного коричневых теней. Коричневый оттенок, кстати, называется Hard Bass. Нет, я не прикалываюсь. И на всё подвижное веко я нанесу прям пальцем вот этот фиолетовый красивый оттенок. Ну и что-то мне захотелось ещё добавить вот этот оттенок Meteor в уголок глаза вот сюда. И теперь заполню эти звёздочки и нарисую стрелку доохромным шиммерным карандашом. Давайте тогда сразу, пользуясь случаем, я сделаю свочи всех трёх вот этих карандашей. Первый карандаш с голубой отметкой, как раз тот, который я хочу использовать сегодня в этом макияже. Он такой зелёно-голубой, переливающийся в розовый, прям очень красиво выглядит. И он у меня сломался. Следующий оттенок номер два. Он такой оранжево-розовый и тоже немного отливает каким-то зелёным. И третий оттенок с зелёным индикатором, это цвет помойной мухи. Вот так выглядят свочи на руке, по-моему, это просто фантастика. Вы тоже обалдели? Понимаю. Во-первых, эти карандаши, ну, реально безумно красивые. Во-вторых, они гелевые, то есть они не стираются, они очень стойкие. То есть ими можно спокойно рисовать как стрелки, так и какую-то графику. И я уже использовала эти карандаши даже для слизистой, и они тоже держатся просто прекрасно. Давайте проверим ещё по количеству, потому что цена на них достаточно кусачая. Конечно, за 700 рублей хотелось бы больше, но всё же это такой карандаш прям совсем необычный. Стрелочку я буду рисовать такую закруглённую. И в внутреннем уголке тоже сделаю стрелочку. И давайте подведу ещё слизистую, чтобы объединить весь макияж. По-моему, макияж выглядит просто шикарно, очень красиво и необычно. Всё блестит, сверкает, светится. В общем, за карандаш прям миллион лайков. Я думаю, это прям такое хорошее открытие этого года. Но посмотрела я так в зеркало и поняла, что у меня не очень хорошо выглядит лицо. В общем, хайлайтер у меня уже куда-то исчез, румяна тоже куда-то пропали, какой-то кривой контуринг. И как раз мне есть до чего докопаться, поэтому мы переходим к продуктам для губ. Во-первых, в этой коллекции представлено целых три блеска для губ. Выглядят они, конечно, очень интересно. В очерёдной раз косметика стремится к тому, чтобы стать ещё больше похожей на товары 18+. Блеск открывается вот так. И в нём внутри вот такие красивые переливающиеся планетки, но это так чисто для декора. Блеск снова очень вкусно пахнет, очень удобно ставить его на стол, вероятно, тоже очень удобно засовывать его в задницу. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Блеск представлен в трёх оттенках – в зелёном, в розовом и в голубом. Ну и к тому же я не совсем понимаю, зачем три блеска, если они между собой абсолютно одинаковые. То есть они имеют какой-то оттенок в банке, но на губах они выглядят как самый обычный прозрачный блеск. В общем, это самый обычный, самый нормальный прозрачный блеск. Но я до сих пор не понимаю, почему одинаковых блеска три, а кушон один. Помимо обычного блеска, тут ещё есть несколько цветных блесков-пламперов. У меня есть в таких рыжекрасных оттенках. К сожалению, для меня такие блески – это просто непозволительная роскошь, потому что ни один цвет мне не идёт, и на моих губах всё это выглядит стрёмно. И единственный вариант использования таких блесков – это только если наслоить их уже на какой-то карандаш и помаду. В общем, это продукт для людей с идеально красивыми губами. И, к сожалению, это не я. Итак, проверка блеск на волосы. Итак, волосы прилипли, блеск стирается вот так вот по лицу вместе с волосами. У меня тут уже вот полосы образовались, спасибо. Может быть, кому-то такие штуки нравятся, но это вообще не моё. Да, эффект плампинга присутствует, чувствую покалывание и запах ментола. Но красивыми эта штука у моей губы не делает, увы. Вот так оттенки выглядят на свочах. И вот так выглядят сами блески. Если вы думали, что это блески все, то нет, есть ещё. Здесь есть три вот такие лаковые помады. Хотя тут всё равно написано, что это липглос. Да господи, ну сколько можно-то уже, а? Вот так выглядят эти три оттенка. Пахнут блески вкусно, но выглядят очень скучно. Вот этот красно-оранжевый просто сливается с блеском плампером. А стоят, кстати, такие блески недёшево. Два других блеска мне показались слишком светлыми. Мне кажется, к фиолетовым глазам подойдёт вот этот розоватый. Пока что из всех продуктов для губ, вот эти вот лаковые помады выглядят более-менее носибельными. Не считая сомнительных оттенков и то, что у меня они подчеркнули все шелушения и недостатки губ. На данный момент мне, походу, нравится только бальзам. Вообще, было бы интересно почитать в комментариях, какие продукты для губ вы используете. Прям хочется провести опрос, вы за мат или за блеск? Я, конечно, иногда блесками пользуюсь, но это в основном для видео или для фото. То есть, из дома с блеском я хрен куда выйду. Потому что, если я куда-то иду, там, не знаю, гулять в кафе, в бар, я хочу быть уверена, что моя помада будет стойкой и через 5 минут она не будет размазана по всему лицу. И, соответственно, у меня возник вопрос, нахрена столько блесков для губ и неужели зимой многие так часто блеском пользуются? Так что напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как часто вы пользуетесь блесками для губ, ходите ли вы с ними куда-то, покупаете ли вы их себе? Ну, потому что, я не знаю, лично мне настолько в блесках некомфортно, и мне прям интересно, может, это со мной что-то не так. К счастью, для таких, как я, тут есть стойкие матовые помады. И причем это не обычные матовые помады, а помады внутри с блестками. Почему-то я уже думала, что мода на такие помады давно прошла. Но я как раз недавно в видео с обзором косметики Unicorn So Proof показывала свою любимую матовую помаду подобного оттенка фиолетового. И я прям очень много лет постоянно пользовалась именно такими помадами с блестками, мне они прям дико нравились. Кстати, пользуясь случаем, покажу вам свою коллекцию. Ну, во-первых, вот она вся линейка помад от NYX Glitter Goals. Также у меня есть еще две такие помады от Clayty LA Girl. И когда-то это была просто моя самая любимая линейка помад. Это жидкие элементированные помады от Kat Von D, еще когда КВД было Kat Von D. А если вдруг вы хотите увидеть свочи всего этого добра, потому что тут просто есть нереальные оттенки, всякие черные, серые, фиолетовые, зеленые, синие, то я их покажу в своем телеграм. Как раз таки вот эта вот помада Glitter Magic прям безумно похожа на сегодняшнюю помаду от Beauty Bomb. Но вот несмотря на такое обилие красивых, фантастических помад, в последнее время меня на вот эти блестки и какие-то темные, прикольные цвета не особо тянет. Мне, как и всем нормальным людям, тоже иногда хочется нюдика. Не, ну вот это вот уже моя тема. Мне кажется, эти помады выглядят потрясающе. И для каких-то образов, для каких-то вечеринок это прям топ. Но сегодня к этому макияжу я воспользуюсь более простым оттенком. И тоже, к сожалению, для моих губ мне он кажется слишком светлым. Ну, в принципе, как и все блески и помады в этой коллекции. Да, наверное, эта помада на данный момент мой фаворит. На губах выглядит стойкой, очень красиво, не отпечатывается. Хорошо перекрывает губы и не сильно их сушит. И теперь давайте рассмотрим мой мейк в деталях. Второй макияж я, пожалуй, начну с ногтей. Я никогда в жизни не использовала подобные ногти, которые нужно приклеивать к своему ногтю. Но сейчас мои ногти в таком ужасном состоянии, что лучше уже хоть что-то. Вообще, я очень сильно волнуюсь, потому что я боюсь, что либо эти ногти отвалятся сразу, либо они ко мне приклеиваются намертво. Ногти голографические, похожи на майского жука. В комплекте 12 штук ногтей, видимо, для гуманоидов. Уже второй раз психушку, я не лягу! Здесь сзади вот такая пленочка, которая снимается. И вот так вот ноготь наклеивается. Давай. У меня вообще, в принципе, очень маленькая ногтевая пластина. И пока на одну руку я приклеила все самые маленькие ногти по номерам. И, скорее всего, если бы я их клеила на две руки, одной бы такой пачки мне не хватило и пришлось бы покупать две. Так, ну пока ногти на удивление держатся. И мне кажется, для каких-то съемок это такой очень классный и быстрый вариант. И пока я не нанесла на лицо тон, я хочу продемонстрировать гель для бровей вместе с кисточкой. Это гель под названием BioChip. Чипировать меня решили. Гель в баночке достаточно плотный. И мне прям очень удобно работать этой кистью. Я беру немного геля на плоский кончик. И хорошенько распределяю воск. Теперь щёточкой я прочесываю брови. Укладываю их в нужную сторону. Честно говоря, когда я эту штуку попробовала, я была просто в полном шоке. Потому что мои брови так не зачесывало ничего и никогда. Вы только посмотрите на этот результат. И, как ни странно, второе мое любимое средство для бровей – это тоже гель от Beauty Bomb. Но, к сожалению, для меня этот потрясающий эффект немного бесполезен. И я думаю, очевидно почему. Да потому что пол брови у меня тупо не растёт. Так что для меня на данный момент эта штука бесполезна. Но если я начну снова работать с клиентами, то это будет просто лучший и незаменимый продукт. Ну что ж, я снова нанесла базу, тон, консилер и контуринг. И я снова ни разу не в восторге, потому что я не понимаю, как работают эти продукты. Не знаю, насколько заметно, как у меня тут всё пятнами, что у меня где-то съелся тон. Что что-то не растушевалось. В общем, моё лицо выглядит не очень. Давайте я попробую это дело закрепить вот этим оттенком Hard Fong. Он даёт такой нежный, благородный румянец. Но в сочетании с этим, я думаю, он хотя бы как-то спасёт ситуацию. И что-то я так подумала. Ну, раз у нас всё так плохо, давайте ещё нанесём оттенок Hard Bass в качестве сухого контуринга. Ну, кстати, мне так нравятся, начинают эти три оттенка в палетке, которые я вначале засрала. Потому что вот один подходит под румяна, другим можно делать контуринг. Телесный, ну, блин, не знаю, в качестве пудры использовать, чё нам ещё остаётся. Я, конечно, такого не планировала, но извините, а что делать, если кремовые продукты не работают? Этот макияж тоже будет таким сказочным, звёздным, поэтому, разумеется, я хочу какой-то яркий, прикольный хайлайтер. Для этого воспользуюсь хайлайтером под названием Scali Monsters. Хайлайтер выглядит очень интересно, как будто там внутри какие-то разноцветные соты, круги на полях, чешуя. Наш мир – это одна из сот. В общем, не знаю, что это, но по факту, по факту это совершенно обычный белый хайлайтер. Я не скажу, что он даёт прям какой-то красивый блеск, красивое свечение. Не знаю, ожидал чего-то поинтереснее. Ну ладно, спасибо, что не золотой. Теперь я возьму вот этот зелёный оттенок True UFO. Хочу попробовать нанести его на базу под тени, потому что с базой под тени такой оттенок должен раскрыться максимально. Давайте нанесу его на всё подвижное веко. И я прям удивлена, что под него не нужна цветная подложка, он и так достаточно яркий. И сверху хочу растушевать всё это дело оттенком Meteor. И также нанесу его во внутренний уголок глаза. И мне очень понравился этот оттенок Meteor. Также я думаю добавить его в качестве хайлайтера, потому что, ну, то, что есть на данный момент, меня как-то не совсем устраивает. В общем, эти зелёные тени, они просто жутко сыпятся, поэтому сейчас придётся приводить своё лицо в порядок. В принципе, макияж глаз уже выглядит интересно, но я хочу ещё добавить невероятные звёзды. Конечно, можно их сделать сразу вот этим голографическим карандашом, но намного аккуратнее это будет смотреться на цветной подложке. Поэтому звёзды я нарисую сначала зелёным лайнером под названием 25 кадр. И уже потом на лайнер буду добавлять карандаш. Лайнер есть в двух оттенках, в зелёном и в розовом. И я безумно приятно удивлена, потому что эти лайнеры с кисточкой. Они обычно очень долго служат и долго не забиваются, как, например, фетровые наконечники. И для меня это очень приятный сюрприз, потому что все мои любимые подводки, это подводки с кисточками. Возьму зелёный и буду рисовать им такие рандомные звёзды. Первую звезду я нарисую как стрелку. Заполняю звезду лайнером. И, как видите, несмотря на такое огромное обилие блёсток, лайнер из-за того, что он с кисточкой, не забивается. И теперь несколько звёзд нарисую вокруг. Как видите, с хорошей подводкой рисование графики происходит просто элементарно. Просто на рисование этих звёзд у меня ушло меньше 10 минут, прикиньте. Если в прошлой коллекции мне лайнеры не зашли, то вот эти лайнеры это просто топ. И если бы они ещё такой чёрный сделали, то просто я бы их все скупила. Ну что, звёзды готовы, и теперь я аккуратно пройдусь по ним зелёным голографическим карандашом. В принципе, для каких-то линий его можно использовать без подложки. Но когда тут такой мелкий детальный рисунок, с подложкой это будет выглядеть намного аккуратнее. И также этот карандаш нанесу ещё и на слизистую. Я уже накрасила ресницы тушью, и теперь хочу приклеить накладные. В этой коллекции есть чёрно-зелёные накладные ресницы. Выглядят очень интересно. По качеству, кстати, у ресничек вообще всё хорошо. В комплекте есть клей, но я всегда использую свой клей. Ну что ж, эти тенички наклеены, выглядят в принципе интересно, необычно. И этот макияж я хочу дополнить контрастными тёмными фиолетовыми губами. Мне кажется, это будет безумно красиво. Что-то такое на сказочном, космическом, футуристическом. Возьму как раз вот эту помаду с блёстками. И вот эта фиолетовая помада мне прям очень зашла. Она просто шикарно выглядит на губах. Она не требует никакого карандаша, никакой подложки. Очень плотный цвет. Она немного сушит губы, но очень редко можно встретить подобного плана помаду, которая губы не сушит. Но, в общем, за эту помаду определённо лайк. И вот такой нереальный макияж у меня получился. Вот так выглядит мой макияж спустя день. Пицца губы не пощадила, но, тем не менее, всё остальное сохранилось окей. Тон где-то забился в складочки, но, тем не менее, в принципе, сойдёт. Новый день, новый макияж. И начну я этот день с дезодоранта. Ну, потому что в этой линейке от Beauty Bomb есть дезодорант. И потому что я это видео снимаю уже третий день, и от меня уже, кажется, немного пованивает. Аромат называется Сатурн. По-моему, там был ещё один какой-то аромат. Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. И вот этот запах, как ни странно, меня устраивает, потому что обычно мне очень сложно угодить с дезодорантом. Я его уже опробовала во время поездки в Питер, и, в принципе, что я могу про него сказать, то, что дезодорант неплохой, то есть он реально защищает от пота. А, кстати, забыла сказать про предыдущий макияж. Ну, во-первых, у меня живы ногти, до сих пор уже второй день. И, во-вторых, на губах у меня остался тинт. Подмышки в порядок привели, пора бы лицом заняться. Для лица у меня есть глиняная маска с кислотами, которая подсушивает высыпание и выравнивает тон кожи. Маска цвета самой обычной голубой глины, но, в отличие от глины, она имеет достаточно приятный аромат, и когда ее наносишь, на лице ощущается такое небольшое покалывание, и как будто присутствует какой-то холодок. Я не очень люблю глиняные маски, потому что для меня это какой-то огромный геморрой, их потом смывать, они везде как-то остаются на коже. Но с этой маской, кстати, такого не было, я просто как обычно умылась, и все сошло довольно-таки быстро и комфортно. Но, к сожалению, я ожидала, что эта маска, как и база для макияжа, будет намного больше. В этот раз я нанесла на лицо только контуринг, кушон и хайлайтер. То есть я обошлась без базы и без вот этих вот ужасных румян, и, по-моему, наконец-то кожа у меня выглядит наиболее вменяемо. Сегодня я буду делать идентичный макияж на разных глазах, но в разном цвете. Один глаз у меня будет розовый, а другой зеленый, и все прям в цветах этой коллекции. Очень люблю такую фишку, потому что выглядит это ярко и необычно. На этот глаз я нанесу оттенок Fireball. И, блин, он тоже начал очень сильно сыпаться. И на этот глаз нанесу соседний оттенок Starfall. Вот он уже намного меньше сыпется. Не знаю, почему какие-то оттенки сыпятся, какие-то оттенки наносятся идеально. Видимо, у них какой-то разный немного состав. Но на глазах что одна, что другая блестяшка меня просто покорили. Обожаю всякие доохромы. Поэтому на нижнее веко нанесу зеленый доохромный карандаш. И теперь на другое веко нанесу розовый. Кстати, не забывайте закрывать карандаши, потому что у них такое свойство есть на кончике высыхать. Я вот сейчас на ночь забыла закрыть карандаш зеленый, и все, он высох. Пришлось кончик отламывать и дальше уже им рисовать. Вообще, я прям не ожидала в этой коллекции увидеть настолько много интересных, крутых продуктов. Но, конечно, цена прям очень сильно кусается. И тут я снова представляю 11-летних фанаток Milana Star, которые просят у своей мамы купить какие-нибудь там вот эти карандаши блестящие и блеск. И потом просто мама видит прайс на все это. Ну, потому что ценник такой не детский. Теперь возьму розовые и зеленые лайнеры и сделаю ими стрелки. Просто меньше минуты, и идеальная стрелка готова. Ну, просто это все моментально. Все, теперь хочу такие подводки вообще всех цветов. Теперь еще хочу вот здесь вот сверху линию добавить. И сделаю вниз вот такую непонятную какую-то загогулину. И я думаю, что с такими яркими стрелами нам точно не обойтись без ресниц, потому что в этой коллекции представлены две цветные туши в розовом и зеленом оттенке. Я как раз помню, как на обзоре летней коллекции я негодовала, потому что подводка одного цвета, тушь другого, карандаш третьего. И все это между собой как-то не особо сочетается, а тут у нас совершенно обратная ситуация. А здесь как раз под розовую, под зеленую подводку у нас, соответственно, есть розовая и зеленая тушь. Ох, какой аромат-то лютый. И, кстати, у туши разные щеточки. Мне очень нравится оформление, тушь называется Альфа Дракона. И это прям что-то очень новогоднее, сейчас же как раз намечается год зеленого дракона. В общем, в эту конспирологическую коллекцию еще и Новый год умудрились пихнуть. Забавно. Ой-ю, что-то с моими ресницами явно все плохо. У меня просто все ресницы между собой люто склеились. Мне кажется, так точно не должно быть. Не, эти щеточки это просто какой-то кошмар. Тут вот для бровей вот эта щеточка осталась. Я попробую немного туши убрать. Так, отлично, нос уже заляпала. Не, ну с нормальной щеточкой все получилось нормально. И у вот этой фиолетово-розовой туши щеточка еще более громоздкая. Так, а щеточка от фиолетовой вообще ничего с ресницами не делает? Что за прикол? Ну не, она вообще никак тушь на ресницы не наносит. Так, сейчас опять же перенесу все это на свою щеточку. Ну вот, сразу все прокрашивает, сразу ресницы разделяет. В чем проблема-то? Сама-то тушь очень даже хороша, прям обидно. Короче, если надумаете себе такую тушь брать, просто закупитесь одноразовыми щеточками. Ну и самое время затестить последние помады, на которые у меня были особые ставки. Потому что выглядят они ну просто дорого-богато красиво. Конечно, сейчас уже подобными помадами с блестками никого не удивить. Но все равно мне всегда очень приятно такую помаду открывать. На сайте указаны очень интересные такие темные благородные оттенки. И стоимость этих помад около 500 рублей. Давайте сразу проверим все три оттенка на губах. Первая помада в таком благородном темно-красном оттенке. Да. На губах эта помада снова выглядит как гребаный блеск. Она абсолютно не стойкая, абсолютно не матовая. Смазывается просто вот так вот раз и все. В общем, мне прям очень грустно. Эта помада мне абсолютно не зашла. Учитывая огромное количество блесков, я ожидала, что это будут три обычные матовые помады. Но нет, блин. Еще она, кстати, на зубах остается. Оттенок 01 такой естественный, натуральный. А что-то происходить будет? Вообще нет. Короче, я поняла, это очередная вот такая вот наеба бьюти-бомб. Выглядит как красивая нюдовая помада, а по факту это просто какой-то самый обычный бальзам. Ну и тут было обещано, что он весь такой блестящий, сверкающий, но вообще на губах ни одной блестки я не вижу. Ну и, конечно же, он подчеркнул все неровности и шелушение губ. И следующий оттенок на вид вообще не отличается от той помады, которая у нас уже была первой. Может быть, будет разница на губах? Что? Что? Нет, я даже не знаю, что сказать, серьезно. Вы как-нибудь вообще можете это прокомментировать? Я всего лишь пыталась накрасить этой помадой губы, и она просто целиком отвалилась. Не, ну это все, конечно, очень классно. Оно классное, мужики, классное. И ты, урод, классный. Давайте, что ли, на кисточку ее нанесу. Вот так выглядят 500 рублей, слитые в унитаз. В общем, это какой-то полный косяк. Снова все то же самое, помада на губах блестит, никакого ей невозможно сделать ни ровного контура, ни ровного покрытия. В принципе, оттенок симпатичный, такой он вишневый. Ну, короче, ни одна из этих помад меня абсолютно не впечатлила. У меня есть подобные помады с блестками от Холика Холика. И это просто одни из самых любимых моих помад, потому что они супер плотные, матовые. И это вот тот случай идеальной помады, когда она делает ровный контур, и тебе даже карандаш не нужен. Но здесь мы снова получаем какой-то очередной беспонтовый непонятный блеск, хотя изначально все это подано очень красиво. Детальный анализ ботов, то есть для роботов. У них такие обычно продолговатые, туповатые лица, взгляд не тупого барана. Как ни странно, с очень хорошим увлажнением и без базы мне намного больше нравится, как этот тон ведет себя на лице. И контуринг даже выглядит более-менее адекватно. Конечно, губы у меня тут уже улетели с этой помадой, но вот с глазами все просто потрясающе. Напишите в комментариях, какой макияж вам понравился больше всего. И пробовали ли вы что-то из этой коллекции? Мне безумно зашли продукты для глаз, то есть все тени, туши, подводки, карандаши. Просто 20 из 10 безумно круто и качественно. Ну и все, что связано с телом, с уходом. Продукты для лица в этот раз средненькие, и мне не хватило выбора оттенков. И за такую цену, наверное, пора уже сделать в магазине какие-нибудь тестеры. А вот с продуктами для губ в этот раз для меня все очень плохо. Для тех, кто любит блески, это, конечно, класс, но для себя я не открыла ничего нового. Почти все нестойкое, полупрозрачное, размазывается, липнет. И увы зимой, когда на улице ветер и снег, мне кажется, вот это не самый лучший вариант. Вот такой интересный и противоречивый обзор у меня получился. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.